Всем привет! Белки бегают друг за другом, перепрыгивая с дерева на дерево, взъерошивая хвосты и встряхивая ветки, но никогда не сближаются с нами. Те, что живут в парках, обычно не такие пугливые. Они даже готовы взять лакомство прямо из рук, но просто так никогда не станут надоедать человеку. Однако сейчас я расскажу историю о белочке, которая вела себя слишком назойливо. Но сперва не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Парень по имени Мигель гулял по парку. Это была самая обычная прогулка, и Мигель даже не подозревал, что именно в этот день ему предстоит совершить настоящий подвиг. А все началось с неожиданной встречи. Мигель увидел белочку, которая внезапно спрыгнула с дерева и побежала к нему. Дальше она стала бегать вокруг мужчины и стала очевидным – белочка что-то хочет от него. Но что? Возможно, зверек просто голоден, сперва подумал Мигель. Потом он решил, что она просто очень любопытная и хотел пойти дальше. Однако белка кидалась ему прямо под ноги, не давая пройти. А когда Мигель все же пошел дальше, она запрыгнула прямо к нему на штанину. Конечно же, такого парень не ожидал. Он решил разобраться, в чем дело, но не знал, что делать дальше. Но, к счастью, у белки был план. Как только белочка поняла, что ей удалось привлечь внимание мужчины, она побежала к огромному дубу, изредка оборачиваясь, чтобы убедиться, что Мигель следует за ней. Парень понял, белочка куда-то его ведет, но еще не догадывался, зачем. Когда парень подошел к дубу, он увидел, что под деревом лежит крошечный бельчонок. У малыша была повреждена нога, и он не мог пошевелиться. Приглядевшись, мужчина заметил, что в кустах неподалеку притаился серый кот. Именно тогда Мигель понял, что кот, должно быть, напал на бельчонка и повредил ему ногу. Мать могла отразить первую атаку, но теперь ей нужна была помощь, ведь кот никуда не уходил. Он просто притаился и ждал подходящего момента, чтобы напасть снова. И тогда мама-белка пошла за помощью. Ради спасения своего детеныша ей пришлось преодолеть свой страх людей, но это сработало. Мигель отогнал кота и вызвал охрану парка. Белочку и ее малыша переместили в другую, более безопасную часть парка. Мигель гордился собой, ведь как-никак он совершил почти подвиг, спас маленького бельчонка. Мужчина гуляет в этом парке каждый день и сознается, что теперь, когда он видит белку, он думает о том, что это может быть тот самый бельчонок, спасенный им однажды. Но, конечно же, настоящий герой в этой истории вовсе не Мигель, а мама-белка, которая бросилась под ноги человеку ради спасения своего детеныша. Просто удивительно, насколько заботливые мамы встречаются среди животных. Ради своих малышей они готовы на все. Еще одна история, связанная с белками, произошла в Германии. Один мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его преследует белка. Якобы зверек провожал его аж до самого дома и даже пробрался внутрь. Подозреваю, что если бы такой случай произошел в любой из стран постсоветского пространства, мужчину просто подняли бы на смех. Но нужно отдать должное немецким полицейским. Они тут же отправились спасать мужчину от белки. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, оказалось, что белка сладко спала. Это даже была не белка, а молодой бельчонок. Скорее всего, малыш потерял маму, а в таких случаях бельчата стараются найти кого-то, кто позаботится о них. Возможно, именно поэтому зверек преследовал мужчину. Полицейские забрали бельчонка в участок и даже дали ему имя – Карл Фридрих. Сейчас зверек абсолютно здоров, полон сил и энергии, живет в полицейском участке и является всеобщим любимцем.